7 столпов успешной церкви И сегодня нам надо немножко это разобрать Я буду очень кратко говорить, но прошу вас всех, чтобы вы Были внимательны Если вы эти 7 столпов, каждый лично переживет на себе То ты пройдешь хорошую жизнь Пожалуйста, Левит, 11 глава, 44 стих возьмем 11 глава, Левит, 44 стих Итак, первый столб, святость Первый столб, святость Каждый человек в церкви должен знать, что его жизнь стоит на этих 7 столпах И первый столб, святость Ибо я, Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы Ибо я, Господь Бог ваш, свят И не оскверняйте душ ваших Каким-либо животным, ползающим по земле То есть смысл вот в чем Что Бог, Он хочет, чтобы ты был не оскверненным, но отделенным Если сегодня в твоей жизни присутствует что-то нечистое Ты должен убрать это и отделить себя для Бога Когда мы приходим к Богу, мы должны знать, что то, что мы себе Мы могли делать в мире, то, что мы себе позволяли Мы уже не позволяем себе в церкви Кто-то аминь скажет на это? И ты должен знать, что всякий грех должен уйти из твоей жизни Первая Петра, первая глава И мы читаем Возьмем пятнадцатый стих С четырнадцатого давайте возьмем Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем Но по примеру призвавшего вас святого И сами будьте святы во всех поступках Ибо написано Будьте святы, потому что я свят Итак, дорогие друзья, Слово Божье Оно учит нас тому, чтобы каждый из нас Мы не сообразовались с тем, что было раньше в нашей жизни Но чтобы мы, по примеру призвавшего нас святого То есть Бога Мы тоже были святы И человек, который приходит к Богу Он должен знать, что он сможет прибыть с Богом И попасть на небеса Только если он будет отделен для Бога Только если он будет святым Что делает грех? Грех, он уничтожает веру в человеке Запиши себе это Грех уничтожает веру в человеке Потому что все грешники, они пойдут в ад Почему? Потому что у них никогда не будет веры И когда ты грешишь, к тебе приходит дьявол Запиши Грех это открытая дверь для сатаны Грех это открытая дверь для сатаны Идем дальше Второй столб Смирение И мы возьмем 1 Петра 5 глава 5-6 стих 1 Петра 5 глава 5-6 стих Так же и младшие Повинуйтесь пастырям Все же Подчиняясь друг другу Облекитесь смиренно мудрием Потому что Бог гордым противится А смиренным дает благодать Итак, смиритесь под крепкую руку Божью Да вознесет вас в свое время Я вот хочу с вами вместе еще посмотреть Вот эту часть стиха 5-го Последние слова Потому что Бог гордым что? Противится, а смиренным дает благодать Но удивительно, что здесь говорится Младшие, повинуйтесь пастырям То есть оказывается, что смирение перед Богом Вы никогда не можете его увидеть даже в себе Не только одним способом, не иначе Как через взаимоотношения со старшими И когда у тебя есть твой наставник Когда у тебя есть твой лидер Твой сотник Есть пастырь в конце концов И когда у тебя проявляется послушание И проявляется смирение То Бог и видит тебя смиренным Вы знаете, вот бывает в жизни такое Когда ты думаешь о себе Что ты, ну к примеру, ты смиренный Или ты думаешь о себе Что ты смелый Но ты так думаешь о себе Но потом приходит ситуация какая-то жизненная И ты узнаешь о себе что-то новое Как знаете Один парень Он всегда думал о себе Что он очень-очень смелый И он всегда говорил А потом была ситуация И представляете себе Он убежал И когда он убежал Он потом был потрясен С ним, знаете Когда мы это еще малолетками были И он говорит Вот это да Я честно говоря струсил. И вот мы о себе можем думать, что мы смиренные, пока не придет ситуация, где нам нужно будет смириться перед конкретным человеком. В церкви, друзья, самое главное, чтобы мы умели подчиняться старшим. Потому что если в церкви человек не подчиняется старшим, то он не подчиняется Богу на самом деле. Как ты можешь подчиняться Богу, которого ты не видишь? Если, к примеру, пастырю своему, которого ты видишь, ты подчиниться не можешь. Как ты можешь любить Бога, говорят тогда, которого не видишь? Если ты не любишь брата своего, которого видишь. И на самом деле, вот все ситуации в нашей жизни, они будут вырабатывать в нас смирение. И это сильный столб. Когда Давид, царь Давид, он был помазан, представьте, на царя Израиля. И он был любимчиком у Бога. То Бог взял и поместил Давида под руководство Саула. Саул, это был одержимый бесами человек. Это был ненормальный человек. Когда Давид сидел и просто играл ему на арфе, Саулу что-то не понравилось, он взял копье и вот так в Давида просто и бросил. И написано, и уклонился Давид. Знаете, что это значит? Копье летело, и Давид так уклонился, оно рядом. Вот таким был у него наставник. Кто из вас хочет быть великим, а? В Боге великим? Великую судьбу иметь? Правда. Кто хочет, а? Господи, дай им таких наставников, как у Давида были. А потом дошло до того, что Саул говорит всей своей охране, говорит, давайте сейчас Давида найдем прямо в доме. Говорит, и зарежем его. И Милхола, дочь Саула, жена Давида, она об этом узнала. И написано, что она вместо Давида в постель положила там что-то, типа как будто там Давид лежит. А Давида в окно спустила на веревке. То есть, вот чтобы вы поняли, для того, чтобы стать великим, тебе нужно стать смиренным. И сильная церковь, это та церковь, в которой люди умеют смиряться. И Давид, он мог, знаете, что сделать? Если Давид Голиафа убил, он, когда копье это ударило в него, знаешь, он мог копье взять, как многие делают в нашей церкви, да? И сказать, а теперь держи. Раз. И Саул бы с копьем в голове остался. И вот я тебе хочу сказать, что Бог помещает нас. Он помещает нас в эти сложные обстоятельства, для того, чтобы мы научились быть смиренными. и чтобы мы научились подчинять себя. И потому что, если мы не сможем этого сделать, мы не сможем войти в великое призвание. А великое призвание – это то, что для нас приготовил Бог. Но наш характер должен быть изменен. Вы знаете, что самое главное для нас – это чтобы у нас был плод Духа. Все на это аминь скажите. Я имею в виду плод Святого Духа. Плод Святого Духа в нас, друзья, плод Святого Духа в нас – это смирение, это послушание, это любовь, это терпение. Вот что такое. Это кротость. Это есть плод Святого Духа. И получается, у многих людей, у них нет плода Святого Духа. А без плода Святого Духа нет будущего. И послушайте второе. Нам всем нужно иметь характер Христов. И вот есть характер Христов, а есть характер Люцифера. И вот у многих в церкви еще по-прежнему остался характер Люцифера. И они, если вдруг кто-то им говорит что-то сделать, а человек этого не хочет, то вдруг вот этот характер Люцифера, он проявляется. И вдруг этот приятный человечек, эта сестричка, которая такая миловидная, она крашена так красиво, так говорит такой тонкий голос, и вдруг она превращается в огнедышащего дракона. И она тебе объясняет все. И кто ты, и что ты, и что с тобой в детстве было. И называет все адреса, куда ты должен пойти. Откуда она их знает? Ты же думал, что она такая христианка, с детства верующая. Это страшно. И вдруг она все это выдает тебе. И говорит, что если повторится такой инцидент, и ты опять что-то от нее захочешь, ты то и узнаешь еще больше. И она откроет тебе двери познания. И ты будешь помнить ее всегда. И она это гарантирует. И ты думаешь, вот это да. Но вот запомните, друзья, на самом деле, смирение – это черта Иисуса Христа. Аминь. И давайте откроем с вами притчи. 18 глава, 12 стих. Это очень интересный стих. Мощный. 18, 12. Давайте вместе прочитаем. Перед. Не, не, давайте еще раз сначала вместе. Перед. Вот заметно сразу, что те, кто смиренные, они говорили. А те, кто такие. Давайте еще раз прочитаем, потому что это нужно заучить. Давайте. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Класс. Какой стих, а? Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. То есть, оказывается, когда ты смиряешься, то это на самом деле как порог к славе Божьей на твою жизнь. Давай Богу дадим аплодисменты. И мне бы хотелось, друзья, чтобы мы этот стих заучили наизусть. Притчи 18, 12. Скажи, притчи 18, 12. Скажи соседу сейчас. А теперь стих процитирую ему. Я говорю, не мобильный телефон у него бери. Процитировали? Молодцы. Молодцы. Просто в самом деле вот такие стихи из Библии помогают нам, когда приходит искушение. Мы почему-то вспоминаем эти стихи, и мы побеждаем. И мы говорим, первое, святость. Скажи, святость. Святость. Второе. Смирение. И теперь третье идем. Послушание. Послушание. И мы откроем первое царство. Первое царство, пятнадцатая глава. Пятнадцатая глава. И мы возьмем с 22 стиха. 22 и 23 стихи. Первое царство, пятнадцатая глава, 22 и 23 стихи. И отвечал Самуил, Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Тук это жир. Посмотрите, какие слова. Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. И 23 стих вместе сейчас тоже посмотрим. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Итак, дорогие, посмотрите, что нам говорит Библия об этом. Писание говорит нам, что выходит так, что человек, который непослушен, он перед Богом, как колдун. Потому что на самом деле за непослушанием Богу стоит всегда дьявол. И говорится, что он как идолопоклонник. И здесь речь идет, друзья, вот знаете, вот если мы прочитали два стиха, но речь-то идет здесь об отношениях кого? Самуила и Саула. И Саул, он не послушал Самуила. И здесь говорится, что он не послушал Бога. Но Бог никогда с Саулом не разговаривал. Если вы будете внимательно читать Библию, Бог никогда с Саулом не разговаривал. Бог с Саулом разговаривал через кого? Скажите громко. Самуила. То есть получается, что через Самуила Бог обращался к Саулу. И пришел Самуил и говорит ему, ты должен сделать нечто, ты должен пойти и амалекетян истребить. Но Саул не послушал Самуила. И вот я вам хочу сказать, что в нашей жизни всегда есть наши Самуилы, которых Бог ставит для нас. Вот мы сегодня, мы начинаем, знаете, у нас начинается новое время и Бог мне показывает, что Он хочет строить мега церковь. Естественно, и я покоряюсь моему Богу. И я смиряюсь. Приезжал пастор мой, пастор Крейх, и мы сидели, и он сказал, Бог хочет использовать тебя конкретно в этой части мира, говорит, Украина, СНГ и Европа. И ты должен быть очень строг в этом и исполнить все, что тебе говорит Бог. И, знаете, я покоряюсь, и я знаю, что сегодня каждый в церкви, он должен быть так же послушен тому, что будет Бог делать. Когда мы говорим, к примеру, нужно разбиться по два человека, и ты сидишь, и ты чувствуешь, что, да, нет, это для кого-то. Я хочу тебе сказать, что ты как раз находишься в состоянии Саула, потому что Саул именно так и думал. Когда я Самуил говорил, Саул думал, да зачем оно мне нужно вообще? Я как мне нужно, так и сделаю. Я буду служить Богу по-своему. Я пойду, амалекитян истреблю, но что мне нужно, то я возьму себе. То есть он видел, знаете, он имел какой-то свой извращенный взгляд, но он не видел, что он извращенный. Он просто был непослушным. И вот когда мы говорим, вот смотрите, что такое послушание? Это когда мы можем сделать то, чего от нас ожидает Бог. Даже если для нас это трудно. Я считаю, что послушание имеет два уровня. Всегда есть уровень послушания, когда ты согласен с тем, что тебе говорят. Ну, к примеру, утром сегодня, да, твоя мама будет тебя и говорит, пожалуйста, надо идти на собрание. А ты говоришь, а я не хочу, я спать хочу. Так уже час дня. Я не могу вставать так рано, мама. И она тебе просто говорит, ты должен меня послушаться. и ты понимаешь, что она права, что уже пора выезжать на служение. И вот ты на служении, ты послушался. И это один уровень послушания. А есть другой уровень послушания. Когда тебе говорят что-то сделать, и ты даже этого не можешь понять. Ты не можешь вообще где-то сломать себя, чтобы на это пойти. Это очень трудно. Знаете, это очень бывает тяжело. послушаться, когда тебе это чего-то стоит. Иисус Христос в Гефсиманском саду написано, он молится и говорит, отче, да минует меня чаша сия, но не моя воля, а твоя да будет. То есть он не хотел всем своим сердцем, но говорит, не моя воля, то есть его воля была бы не идти. говорит, но не моя воля, а твоя да будет. И он свою волю подчиняет воле Божьей. И вот ты должен знать, что такое послушание. Когда ты свою волю подчиняешь воле Божьей. И тогда мы все как церковь мы будем иметь силу и власть в духовном мире. Иисус Христос, друзья, он имел силу и власть на земле, а потом он был вознесен на небо. И сегодня во имя Иисуса Христа исцеляются такие болезни, как рак. Бесы выходят из людей. Во имя Иисуса Христа только имя его говорится. То есть представьте, во имя Иисуса. И вот теперь послушай меня. Когда ты становишься послушным, на тебя опускается сила и власть Иисуса Христа. То есть когда ты начинаешь становиться человеком в церкви, который послушен, на тебя сходит сила и власть от Бога. И ты лично уже идешь по жизни и там, где все тонут, ты идешь по воде. Там, где двери закрыты, перед тобой их ангелы открывают. Эмэ. Там, где гора, Бог уравнивает эти горы. потому что ты стал послушным. В тебе характер Христов. Это так важно сегодня понимать. Друзья, все непослушные люди, они лишены силы. И все послушные люди, они наделены Божьей силой. И мы, как церковь, должны быть послушны. Ты скажешь на это аминь? Для меня, кажется, нет ничего важнее, чем быть послушным человеком. Потому что если я послушен, есть гарантия Бога, что Он меня защитит, Он меня благословит, Он меня поддержит, Он врагов моих развеет. Аминь. И это ты, ты должен таким быть. И я верю, что ты таким и будешь. Наша церковь, мы должны быть все научены этим столпам. Итак, послушание. У нас осталось еще чуть-чуть. Следующее, верность. верность. И я хочу тебе сказать, мой друг, верность это очень, очень, очень важно для тебя. Потому что все верные люди, все верные люди, это люди, которые увидят Божье воздаяние. Верность. Псалом 100. Псалом 100, 6 стих. Аллалюя. Посмотрите, глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Глаза мои на верных земли. И Писание говорит, что Бог, Он обозревает всю землю. Я, наверное, хочу вам это место показать, потому что вы должны его знать. Откройте со мной Паралипоминон. Вторая Паралипоминон, 15 глава. Я хочу вам показать его, потому что это очень, очень важное место. Для меня оно, знаете, в жизни сыграло какую-то особенную роль. 16 глава, Паралипоминон. Второе Паралипоминон, 16 глава, 9 стих. Скажи быстро, вот так вот, скажи, второе Паралипоминон, 16 глава, 9 стих. Я прошу тебя, запомни этот стих, потому что это мощный стих. И вот я его зачитываю, его вывели уже, да? Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. И там он царю говорит, безрассудно поступил ты теперь, зато отныне будут у тебя воины. И вот, знаете, вот люди, получается, которые верны Богу, которые верны церкви, которые верны служению, то Бог как будто берет этих людей и на них начинает что-то строить. Он их оберегает. Здесь говорится, посмотрите, тому царю, который был неверен, говорится, безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя что? Воины. Воины. То есть воины, это ты можешь себе даже перевести в Библии, как написать, это неприятности. Это как будто бесы допущены будут в твою жизнь. И ты думаешь, неужели такое может быть? Конечно. И так было. И ты даже удивишься, что когда Бог это сказал, то царь он не послушал. И у этого царя до этого, чтобы вы знали, это царь Аса, он был величайший царь. Он видел величайшие победы от Бога. Но мир в жизни, мир, скажи со мной, мир, вот мир в жизни, мир, защита, благодать, это принадлежит определенной категории людей. Вот эти семь столпов, что я вас учу сейчас, это семь столпов, которые меняют полностью твою жизнь. То есть приходит на твою жизнь мир вместо войны, вместо неприятностей, борьбы, боли. Вот ты, может быть, все время борешься в своей семье с кем-то, может все время борешься с болезнью, может все время борешься с какими-то кредитами и нищетой, может все время борешься с какими-то душевными ситуациями, знаешь, депрессией, но говорится, что если ты становишься верный человек конкретно в церкви, то ты должен знать, что Бог, Он убирает от тебя это. и всех этих бесов Бог выкидывает из твоей жизни и Он приносит мир в твой дом, Он приносит мир в твое здоровье, Он приносит мир в твои финансы, потому что Бог дает мир определенным людям.